Здравствуйте! Новости на информационном канале Севастополя. Студии Светлана Федодеева. Прямо сейчас в выпуске. Мы полностью обновим парк машин. То есть на маршрутах будут ходить только новые троллейбусы. Старейший вид транспорта севастопольскому троллейбусу 67 лет. Мы пытались здесь уложить всю историю Херсонеса в нескольких кадрах. Ночь в искусстве. В День народного единства музеи и театры Севастополя открыли двери для всех желающих. Внимание, маршрут! Будущее на пороге. В Севастополе прошли соревнования роботов. Севастопольский троллейбус 6 ноября свой день рождения отмечает один из старейших видов городского транспорта – севастопольский троллейбус. В честь его 67-летия все желающие могли пройти на предприятие «Севэлектроавтотранс» и проехать по городу на транспорте нового поколения. О прошлом, настоящем и будущем севастопольского троллейбуса расскажет Юлия Буськова. 6 ноября 1950 года, 12 часов дня. В Севастополе запущен первый троллейбус. Пассажирами стали строители, черноморцы и руководители города. Первый троллейбус стартовал с площади коммуны и проследовал по маршруту гора Матюшенко вокзал. В 1960-м Севастополь первый в Крыму и в целом по стране перешел на бескондукторное обслуживание. Стояли вот такие кассы. Это уже человек, сам пассажир себя обслуживал. Сюда бросалась денежка, проворачивалось колесико и отсюда получали билетик. Водитель, заступавший на смену, он получал такую кассу, где была печать сургучная, на ключ все закрывалось и только в конце рабочей смены, когда он заезжал в депо, все это изымалось, пересчитывалось выручка. То есть в течение дня доступа никому к этому не было. В честь 67-летия Севастопольского троллейбуса все желающие могли посетить музей и библиотеку предприятия. Здесь вся история от первой поездки до сегодняшних дней. Севастопольский троллейбус не только облегчает жизнь горожан, но и создает семьи. Так, Светлана Яковлева 14 лет назад пришла работать водителем троллейбуса. Позже познакомилась здесь с будущим супругом. Сегодня в семье Яковлевых и маленький Вася, который хочет последовать примеру родителей. А сейчас уже без труда перечисляет марки первых троллейбусов. Вася, это какой троллейбус? Из Шкода. Нет? А вот это вот, следующий? Может быть, зимой? Это уже сделано. Привела меня сюда, в принципе, детская мечта. У меня всегда было вот... Любила крупногабаритные машины, троллейбусы особенно, потому что мы с мамой часто в детстве на них катались. Ну и мечта моя была стать водителем троллейбуса, в принципе, которую я и осуществила. Всех гостей в этот день провели и в учебный пункт Севэлектроавтотранса. Чтобы стать профессионалом, нужно пройти полугодовое обучение. Но ненадолго стать водителем троллейбуса в этот день мог каждый. Когда вы приходите на работу, значит, порядок включения троллейбуса у нас следующий. Включаются цепи управления, цепи компрессора, токоприемники. Проверяется работа дверей. Включаются цепи освещения, если это необходимо, отопление и так далее. Проверяется работа аппаратуры, включаются высоковольтные цепи и проверяется по приборам их работы. А это так называемые внутренности троллейбуса. Увидеть их может не каждый. Но, если очень хочется, можно позвонить по номерам, указанным на сайте Севэлектроавтотранса и заранее договориться. Либо же прийти сюда учиться и самому стать водителем троллейбуса. Они, к слову, здесь требуются. Так же, как и кондукторы, ведь троллейбусный парк расширяется. За последний год закуплено 78 дополнительных единиц транспорта. Из них 34 на автономном ходу. На маршруты выходят новые машины. По планам правительства города Севастополя в течение трех лет, 18-19-20 год, мы будем получать по 50 новых машин. И в следующем году мы полностью обновим парк машин. То есть на маршрутах будут ходить только новые троллейбусы. В завершении экскурсантов ждала поездка на троллейбусе нового поколения. Мягкие сиденья, телевизоры, информационные мониторы и климат-контроль в салоне, а также возможность автономного хода на немалые расстояния – все для комфорта пассажиров. Сегодняшний троллейбус-транспорт для горожан незаменимый, поэтому постоянная модернизация – дело первоочередное. Мы с мужем муж на коляске инвалид. Поэтому троллейбус для нас – это половина жизни. И вообще жизнь. Потому что до появления низкопольных троллейбусов передвижение по городу было ограничено для нас. Если не сказать, что невозможно. Я коренной севастополец, поэтому с троллейбусом знаком, можно сказать, с самого детства. Еще помню, дедушка меня возил на троллейбусах и рассказывал мне об истории города. Поэтому это все как бы прошло на моих голодах. И обновление, становление электротранспорта в Севастополе. Экскурсанты узнали интересные факты из современной истории севастопольского троллейбуса и проехали по городу. А вместе с ними и Юлия Бауськова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Памятник истории. Уникальный в архитектурном плане объект восстановлен в Севастополе. После реконструкции, которая длилась два года, открыли для посещения Константиновскую батарею. Объект войдет в программу туристических маршрутов. Первыми музейный комплекс посетили представители туриндустрии. Здесь же и открылся первый туристский форум в Севастополе. Подробнее в сюжете Марины Кравцовой. Артиллерийский залп знаменует момент исторический. Ее восстановили буквально из руин. Долгие годы Константиновская батарея стояла полуразрушена. Теперь же это поистине гордость. К реконструкции форта Русское географическое общество приступило в 2015 году. Задача перед строителями стояла быть максимально точными в плане истории и архитектуры. В основу взяли чертежи 19 века из Центрального архива ВМФ России. Где это было возможно, сохранили старую каменную кладку. Периметр Константиновской батареи по форме напоминает подкову. Сооружение защищено и с моря, и с суши. Это и отличает ее от других батарей. Если бы вовремя не взялись за реконструкцию через пару десятков лет, памятник мог бы уже не подлежать восстановлению. Константиновская батарея давно утратила свое военное предназначение. А теперь это музей героической истории Севастополя. Казематы батареи с их полукруглыми сводами и протяженными коридорами как нельзя лучше подошли для организации выставочного пространства. Пока открыли только первую очередь две выставки. Одна посвящена истории Константиновской батареи, вторая – истории Русского географического общества. Построен Равелин был по планам, утвержденным императором Николаем I. Решающее значение Константиновская батарея имела во время и первой, и второй обороны Севастополя. Историческую книгу выставки продолжат писать. Впереди создание новых экспозиций. Только первый шаг. С каждым днем буквально севастопольцы могут заметить, будут происходить изменения в нашей экспозиции, постоянно будут наполняться, развиваться. Развитие ждет и инфраструктуру. В частности, музей станет доступней. Разрабатываются не только автобусные маршруты для туристов. Связать центр города с достопримечательностями на северной стороне должен и морской путь. Для того, чтобы здесь был обеспечен максимальный доступ, мы будем заниматься дорогой, мы будем заниматься причалом. Мы в этом году уже субсидируем комплекс для того, чтобы он содержался. И в целом Константиновская батарея, Михайловская батарея, 30-я батарея, которая в ближайшее время откроется, это хороший пример создания новых публичных объектов, куда могут получить доступ не только жители города, а наши гости, где могут ознакомиться с нашим военно-историческим прошлым, героическим прошлым. Открытие Константиновской батареи – событие, знаковое для всей России, совпало со стартом первого туристского форума «Севастополь. Возвращение к себе». Я благодарна географическому обществу российскому, что есть возможность, есть ресурс восстанавливать такие важные исторические места для города, для страны, для того, чтобы новые поколения изучали историю, понимали, что и как происходило здесь. Тем привлекательнее Севастополь становится для туристов и самих наших горожан с погружением в историю, в историю действительно уникального города двух оборон. Пока музей на территории Константиновской батареи будет работать с пятницы по воскресенье с экскурсионными группами. Восстановленный памятник истории увидели Марина Кравцова, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». Первый туристский форум в Севастополе ознаменовался не только открытием Константиновской батареи. В этот день прошло пленарное заседание на тему «Туризм как драйвер социально-экономического развития региона. Механизм единения народов». Круглый стол объединил представителей профильных органов власти из нескольких регионов России, авторов и кураторов различных туристических проектов и руководителей турорганизаций. Форум стал площадкой по обмену опытом в сфере привлечения внимания к региону. Также Севастополю предложили стать частью маршрута в проекте «Россия. Родина космонавтики». «Говоря о том, что давайте сотрудничать в сфере космоса, космический маршрут, я, честно говоря, даже летела сюда, думала, господи, при чем тут Севастополь и космос вообще? Как это вообще связано? Я только слышала о том, что есть аэрокосмический центр Анатолия Шкаперова, но после того, как я вчера его посетила, я поняла, что, господи, это вот то, что мы говорим в ЦИФО, то, что мы говорим в Ярославле, в Алтае, трогали все экспонаты, которые трогали, а тут это все идет через проникновение, через педагогическую реакцию». В День народного единства в Севастопольской школе номер 4 открыли памятник герою Великой Отечественной войны Астану Кисаеву. Моряк-подводник сражался на Черном море. Ранее в Севастополе именем Астана Николаевича были названы улица и школа. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. На территории средней школы номер 4 установили памятник герою Советского Союза Астану Кисаеву. Почтить память подводника пришли ветераны и офицеры Черноморского флота, курсанты МЧС. Была и дочь Астана Николаевича. «Это прекрасный момент такой. Честно говоря, очень волнуюсь и волновалась. И очень рада, что, в принципе, этот памятник все-таки установили вот здесь, в школе. Здесь замечательный совершенно музей. И они очень давно занимаются этим». Открытие памятника Астану Кисаеву сопровождалось возложением цветов к мемориалу Героя СССР. Идея создания и установки монумента принадлежит российскому военно-историческому обществу. По всей стороне идет установка памятников и мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны. «Побывали в нескольких школах, и когда прибыли в школу номер 4, нас удивил этот музей, посвященный Героям Советского Союза Кисаеву. И, конечно, единогласно было принято решение именно в школе номер 4 поставить данный памятник». В годы войны Астан Николаевич был командиром подводной лодки проекта М-117 в простонародье «Малютка». Выполняя боевые задачи, Астан Кисаев потопил не одно вражеское судно. В Севастополе и в его родном осетинском городе Дигара есть улицы и школы, названные в честь моряка. Теперь есть и памятник. Михаил Кумбров, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. У памятника святому Владимиру заложили землю со всех областей Белоруссии, как символ единства двух наций. Организаторы ДОСА в Севастополе подобными акциями планируют и дальше развивать отношения между дружественными народами. За церемонией наблюдал Александр Тимофеев. К началу церемонии у памятника святому Владимиру собрались десятки людей. Столетия назад князь создал единое государство, в составе которого были и территории Белоруссии. У подожия монумента в мешочке земли из разных областей. Есть и Витебск, и Гомель, и Героический Брест. Честь заложить землю предоставили коренным жителям Белоруссии. Специально ждали этого дня, потому что этот день для нас един. Как для России, так и для Белоруссии. И для Белоруссии этот единый народный праздник. День единения. И мы счастливы, что приняли участие в этом торжественном мероприятии. Подобные акции проходят в Севастополе регулярно. Летом возложили землю с памятных мест России по случаю завершения первого этапа автопробега Владивосток-Минск. Мы хотим сейчас предложить и губернатору, администрации Севастополя, чтобы совершить, может, автопробег именно из Севастополя. Автопробег это будет, либо какая-то другая форма. Ну, лучше всего автопробег с участием там, и, может быть, велосипедисты, и конники. Тоже для того, чтобы из Севастополя посидеть. У нас приглашение такое есть. От общественной организации белорусской посетить тоже места боевой славы Белоруссии. Закладка земли из дружественных стран стала новой традицией Севастополя. В дальнейшем символическая акция посетит все города-герои. Укрепляли международные связи Александр Тимофеев, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. В День народного единства Россия отмечает Ночь искусств. В Севастополе для всех желающих открыты музеи и театры города. В программе акции, экспозиции, творческие состязания и мастер-классы. Как прошла Ночь искусств в Херсонесе и Художественном музее имени Крошицкого в сюжете. В день открытых дверей Херсонес посетили сотни горожан. До 9 часов вечера в музей-заповеднике доступны все помещения. Не обошлось без приятных неожиданностей. В византийском зале мини-спектакль от художницы песочной анимации Тори Воробьевой. Из обычного материала на освещенном холсте за пару мгновений появляются настоящие произведения искусства. Каждая картина повествует об истории Херсонеса. Основание полиса, война со скифами, становление христианства. Мы пытались здесь уложить всю историю Херсонеса в нескольких кадрах. Но на эту историю у нас месяц напроженный работы ушел. Мы долго согласовывали с археологами, с историками. Все это было прописано, кто за кем, кто на кого нападает. Так что все здесь сложно. После окончания шоу мастер-класс по песочной анимации. У этого искусства свои тонкости. От количества песка зависит оттенок цвета, а контуры фигур могут рассыпаться в любой момент. Рисовать песком намного сложнее, чем кажется. Я честно пытался, но, к сожалению, у меня не получилось. Нужно сразу две свободные руки. Но вот мы видим, что у детей получаются не только узоры, но даже вполне меняемые образы. А в музее имени Грошицкого в Ночь искусств аншлаг. Посетителей настолько много, что их приходится впускать группами. В каждом зале своя музыка. Если на экспозиции классической живописи звучат гусли, то на выставке абстракционизма атмосферу создают духовые инструменты. Для поднятия настроения посетителям предложили в форме бурьемена рисовать представителей музейных профессий. Результат удивил многих. И новые картины задели место рядом с шедеврами Куинджи, Айвазовского и Левитана. Понимаете, это народное творчество. Поэтому критиковать народное творчество нельзя. Самое главное, что руководитель оптимист. Конечно, зубов у него много. Значит, оптимист зубастый. Но руководитель такой и должен быть, я считаю. С улыбкой, с зубами. Ну, смотрящий вперед с оптимизмом. В Ночь искусств музей представил все значимые выставки этого года. Спасенные шедевры. Коллекция произведений, которые удалось сохранить в годы революции и Великой Отечественной войны. Часы и гобелены – собрание предметов искусства 18 века. Несмотря на свой немалый возраст, экспонаты находятся в отличном состоянии. Эти старинные часы до сих пор работают. Более того, крайне неприхотливы в уходе. Одного завода достаточно, чтобы они шли целую неделю. Также работает и постоянная экспозиция. Такую большую коллекцию шедевров представили к 90-летию художественного музея. Мы сделали специально в память о Михаиле Павловиче Крошицком, чтобы подчеркнуть еще раз, чтобы нынешние поколения понимали, что спас этот человек. Это шедевры мирового уровня. Масштабная экспозиция будет работать до 17 ноября. В преддверии юбилея в музее каждый день будут проходить вечера с участием известных творческих людей Севастополя. Отмечали Ночь искусств Александр Тимофеев, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Вспомнить время, когда плавились камни. Под Севастополем в селе Камышлы провели реконструкторский бой. Его посвятили событиям декабря 1941 года, когда советские солдаты совершили подвиг. Ценой своих жизней рота моряков удерживала два дня продвижения немецких дивизий. Тем самым выиграла драгоценное время для советской армии. Затем, как оживают события 70-летней давности, наблюдала Анна Леготина. В конец 41-го Айско-Мышловской долины выходит 11-я армия Манштейна. Направляется на вершину, к линии дотов. В обороне советские моряки-краснофлотцы. Их всего несколько человек. Силы неравные. Какое-то время морякам удается удерживать наступление. Немцы в это время подтягивают минометы. После двухдневной атаки личный состав дота полностью уничтожен. Но за подмогой послать успели. Для большинства это реконструкция. Для нее возможность взглянуть в прошлое. Зимой 41-го 16-летняя санинструктор Шевки Е была свидетелем тех страшных событий. Забыть о них не получается и спустя 75 лет. Какое-то, может, здесь не помнить. Я была студентка. Эти матросики были тоже студентами. Очень плотно воевали. Очень крепко держались. Очень крепко держались. До последней крови. О подвиге молодых солдат в военные годы узнали тысячи советских жителей. О сражении написали в газетах. Сегодня бой под камышлами вспоминают на закрытой реконструкции. Проводят уже третий год. На этот раз здесь больше 70 реконструкторов со всего полуострова. Здесь Ялта, здесь Евпатория, здесь Симферополь, здесь Керчь, здесь Севастополь. Мы любим те места, где действительно люди совершали какие-то подвиги. То есть Камышловская долина – это как раз-таки место, где шли жесточайшие бои в 41-м. В долине и по сей день все напоминает о том времени. До сих пор сохранились окопы, фрагменты колючей проволоки, даже оружие. Недавно мы спускались к дому, нашли просто, ну, как, знаете, земля отдает диск от ППШ. Вот такой вот. То есть без верхней крышки, забитый землей, но, тем не менее, времен войны. Чтобы еще больше понять войну на воссоздании боя, реконструкторы решили не останавливаться. До воскресенья планируют остаться в долине, чтобы погрузиться в быт советских и немецких солдат и провести тактический квест по поиску упавшего самолета. Анна Леготина, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. В Севастополе провели шестой открытый турнир по робототехнике «Севробофест». Участники – воспитанники детских секций по роботостроению и программированию со всего Крыма. Севастополь представляли учащиеся Малой академией наук. Доставь, внимание, марш! В актовом зале Малой академии наук не протолкнутся. Более 300 учащихся из Ялты, Алушты, Симферополя, Джанко и Севастополя боролись за победу в турнире по робототехнике. Эти соревнования стали возможны благодаря гранту, полученному в 2016 году по федеральной целевой программе развития образования. У нас сегодня 4 основных номинации. Это полоса препятствия для младшей возрастной категории и для старшей и движения по линии, младшая и старшая. И для самых маленьких, начиная с 6 лет, дети занимаются скоростной сборкой и программированием роботов. Для каждой номинации нужен определенный вид робота. Одни могут ехать строго по линии, другие карабкаться через препятствия. Всех роботов ребята собирали и программировали самостоятельно. Конструкции и проекты ребята выбирают, отталкиваясь от технических замыслов и лишений. Мы эту конструкцию придумали сами на основе танка Т-34, но поскольку у него была малая проходимость за счет его корпуса и внешней защиты, мы решили ее полностью убрать и, получается, вот этот угол сделать больше для большей проходимости. У меня есть средние моторы, потому что они быстрее, чем большие, хотя размер их намного меньше. Есть два датчика, и за счет них оно лучше ловит линии. Роботы для соревнований собираются прямо перед стартами из доступных запчастей и деталей. Необходимо проверить все до мелочей. Важно техническое исполнение и правильная работа программы. В этом году мы решили сделать смешанную, как бы еще гусеницы и еще плюс колеса. Что это удаст? Дополнительная скорость, когда он будет ехать на двух колесах и на основных балках. Когда будет приседать на трубах, на препятствиях, то будет садиться на гусеницы. В другом помещении соревнуются самые маленькие конструкторы. Разбившись попарно на команды, ребята собирают робота на время. Здесь главное – скорость. По команде участники скрывают коробки с деталями и приступают к сборке. С особенностями работостроения познакомились Михаил Кумбров, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Как сохранить футбол в городе? Решение проблемы обсудили в правительстве на межведомственном совещании. Сейчас общая задолженность футбольного клуба «Севастополь» более 6 миллионов рублей. Какие решения приняли по итогам обсуждения, расскажет Александр Тимофеев. Пока севастопольские футболисты забивают голы, никто не подозревает, что футбольный клуб стоит на грани банкротства. Ситуацию можно было избежать, но спонсорский взнос отправили через ненадежный банк. В итоге 150 миллионов рублей так и не дошли до футбольного клуба. Обстановка, конечно, напряженная, потому что повторяются одни и те же моменты в нашей жизни. То есть мы выполняем, поставленные перед собой задачи, мы стали чемпионами, за это не получили денег. Мы сейчас играем, за это мы тоже не получаем. Правительство предложило выход – создать автономную некоммерческую организацию ФК «Севастополь». Это позволит погасить задолженность перед футболистами и сохранить уровень зарплат при наличии дополнительных источников финансирования. А расходы на содержание стадиона возьмет на себя Центр спортивной подготовки «Севастополя». Для оказания помощи правительство города должно обладать контрольным пакетом акций. Сейчас идет согласование этого вопроса с Союзом болельщиков – акционерами клуба. Это экстренная ситуация. На регулярной основе финансирование может оказываться только государственным учреждением. И, соответственно, в форме автономной некоммерческой организации мы тоже можем оказать финансовую помощь. Я рассчитываю, что все-таки из городского бюджета в части содержания команды, инфраструктуру, да, мы вынуждены и будем содержать. Но вот в части команды нам удастся найти какие-то иные источники финансирования. Перевод правовой формы футбольного клуба завершится к концу ноября, чтобы команда смогла участвовать в чемпионате Крыма. Для решения всех организационных вопросов в ближайшие дни создадут специальную рабочую группу. Александр Тибофеев, Илья Якушев, информационный канал «Севастополя». 3 ноября в школе Олимпийского резерва номер 2 стартовал Кубок Севастополя по пауэрлифтингу. Первыми в соревнованиях приняли участие девушки. Открытие приурочено ко Дню народного единства. В субботу выступили мужчины. Завершился Кубок в воскресенье награждением победителей. На соревнованиях побывал наш корреспондент Михаил Кумбров. Регулярный Кубок Севастополя по классическому пауэрлифтингу стартовал 3 ноября. Первый день соревнований на помосте девушки. Более 20 участниц, представительниц всех весовых категорий и возрастных групп. Поток неоднородный. Есть девочки, которые первый раз выступают, пройдя необходимую подготовку. Есть кандидаты мастера спорта, мастера спорта. Есть даже член сборной команды России, это Прокупова Екатерина, мастер спорта. Ну, так всегда на городских соревнованиях выступают все, отбираются все. Потому что это один из тех стартов, который, скажем так, квалификационный. Девушки соревновались в нескольких упражнениях. Приседания, жим лежа, становая тяга. А Екатерина по совместительству действующая военнослужащая. На турнире вооруженных сил по пауэрлифтингу заняла третье место в абсолютном зачете. Всегда, в первую очередь, на любых соревнованиях это обновить свой старый рекорд. Я думаю, в этот раз может получиться. Хотя, ну, нельзя просто загадывать никогда. Но цель определенно такая. Думаю, в тяге это будет мой лучший сегодняшний результат в безэкипировочном дивизионе. Новички и дебютанты соревнований также стремятся к победе. Некоторые выступают не в первый раз и уже имеют успехи в подобных состязаниях. Я уже как два месяца занимаюсь здесь, в этом прекрасном зале. Пришла по совету знакомого. Он говорит, попробуй. Я говорю, ну, давай. Была не была. Ну, и все, и пришла. Мне говорят, ты готова выступать. Я еще тогда, наверное, ничего не знала. Это мое второе выступление. В принципе, я считаю, что прогресс есть. За два месяца в прошлый раз я заняла первое место в своей категории. В этот раз планирую не меньше. Уже какие-то есть промежуточные результаты? Да, есть. Из-за того, что пришлось гонять вес, немножко потеряла силу. Но, в принципе, я считаю, что мне это не помешает. Чемпионат пройдет в несколько этапов. После выполнения всех упражнений будут выявлены победители и призеры. Они примут участие в чемпионате России, который пройдет в Туле. Поддержали девушек в тяжелом спорте. Михаил Кумбров, Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщает Севастопольский гидрометцентр, 6 ноября в городе переменная облачность. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя.